Ребят всем привет в 2022 году в Паренграде хоть и 5 января но погода как видите весна я думаю что погода будет такая всегда хотелось бы по крайней мере в общем что я для вас готовлю в этом году как обещал в честь 50 тысяч подписчиков ролик который в принципе не собирался выпускать это такой ролик про перекупство вот как заработать денег имея небольшой бюджет и более-менее понимание в машинах одну то есть если вы хоть как-то разбираетесь них то в принципе это возможно немножко изучить рынок и вполне мы поехали в санкт-петербург купили там две машины я с товарищем поехал и пригнали их кольнград в условиях пандемии видео то было записано получается зимой год назад даже чуть больше поэтому строго не судите ну и помимо этого видео ребят я вам готовлю интересный контент это несколько проектов вот уже они запущены плюс еще есть секретные проекты которые я пока в тайне держу в общем из проектов которые я готовлю это разумеется с бентой нужно закончить все дела вот бтп и так далее второй проект это mercedes джиэль по джиэлю будет под майбах как я говорил все таки он будет двухцветный в общем будет на что посмотреть третий проект это lexus как вы видели я купил lexus разбитый я его буду восстанавливать но такая тоже на части перекупская тема будет четвертый проект наверно будет один из самых интересных это про полностью самодельный катер на который установлен мотор от новый бмв там есть еще один катер но это так секретовом ну в общем будет контент ну и естественно несколько пока секретных проектов я готовлю поэтому обязательно подписывайтесь ставить лайк или не ставит лайк это решать вам поехали смотреть ролик про пинцент про перекупство надеюсь вам понравится поэтому если вам интересно как заработать денег или небольшую сумму на руках и небольшой опыт в автомобилях и желание наверное самое главное то в принципе пожалуйста обратите внимание я привожу машину санкт-петербурга в режиме пандемии с учетом того что границы закрыты ну кто хочет у того получится это сто процентов и желаю вам в этом году добиваться всех целей которые вы поставили кстати ребят кто не заметил нету губы расскажу по ней такую историю тоже кстати как лайфхак короче дал объявление на губу когда ее купил я поставил за четыре с половиной тысячи рублей на авито просто ну и пока экспортировал машину как помните там она у меня полупалась потрескалась там местами где-то не заворачивала на скорости потому что не очень закреплена было короче мне звонит человек по губе я говорю блин вот мне идет новая губа точнее уже пришла и новые пороги у меня есть там немножко с дефектом там вот на машине висит и я в итоге продаю за полторы тысячи рублей ему тут поломанную губу но в принципе она как вполне можно и эксплуатировать ничего такого там немножко ее поаккуратнее там прикрутить и все и поэтому я ее продал за полторы у меня еще должен забрать пороги еще за 1000 рублей а изначально я купил это ну это губа в принципе стоит изначально знаете сколько я сейчас точно скажу по-моему там 1200 что ли ну плюс доставка вот еще один лайфхак ребят как заработать из серии с алика заказываете и потом выставляете на продажу такие вещи нормальная тема рабочая полетели идем сейчас машину надо найти каршеринг и дальше в путь выше на улицу с 0 градусов в минус наверно уже 14 каршерингах нет свободных прием на автобусе такой дубак руки сводит чем приключение начинается доехали мы до метро сейчас перекусим телефон надо запитать потому что батарейка уже на плач вот наше пока пристанище только там народу смотри сколько и что-то все стоят а то стоим по одному пускают туда да или с собой то впускают если нет а у людей весом да и мое в общем макдональдс не попасть а можно часто стоять на улице короче идем обратно забили каршеринг там до нашего отеля 200 рублей стоит доехать не видно битая на или нет не пойму вроде нормально все мы сели в тачку едем в сторону отеля пока балл называется уже был не раз рекомендую и очень недорого ребят буду пах просто жесть рук не чувство не знаю как батарейка на камере вывозит но пока вывозит офигенная гостишка сейчас оцените внутри а здесь апартаменты есть сразу кухня и стоит это ну по камере 2 500 стоило в том году это что такое подарки клево здесь душевно в общем план действий такой сейчас мы скидываем монатки он лифт их дальше мы идем кушать и там ищем варианты возможно сейчас сразу же поедем что насколько я понял у нас 18 этаж и номер 18 18 до 18 18 вот так вот тут кровати раздельные я не помню сказал я цену нет 2 400 вот такой вот шикарный номер пока ищем пока еще не нашли позвонили по нескольким вариантом они еще не созрели потому что там такси а такси что-то как-то такое брать дальше мы вкусненько поели пока ели нашли вариант перекупщика опелькорса 155 тысяч ремень генератора отсутствует то есть получается ее если брать сразу на сервис а вот неизвестно работает вообще он или нет заклинившую но он говорит нет ну то есть все работает типа просто ремня нет в общем сейчас садимся в кошелька едем смотреть кстати ребят всегда нужно обходить внимательно смотреть а то можно так попасть на бабки она короче что-то с дверью напишись дверью какой-то косяк она не закрывает короче дверь не работает вот почему нужно проверять о закрылась закрыли дверь едем все-таки на этой же машине я открыл окно как бы за ручку взялся она захлопнулась знаю как ее потом закрывать смотрите какой мороз моментально замерзает ну в общем приехали мы к отелю короче посмотрели мы эту машину вот дает и этот опель за сто сорок за сто сорок пять тысяч щуп достаешь оттуда дым как и из под крышки масляные там какие плюсы два хозяина реально два хозяина хочу там больше нету плюсов получается два хозяина и все посмотри красная даже по интереснее смотрится видишь но это купе да ну видишь вот по-другому как это выглядит а в общем идем в отель сейчас будем время без 20 10 даже уже без 15 будем короче искать буду искать всем доброе утро сейчас распечатываем договора на рецепшене идем завтракать и надо уже что-то брать потому что все уже время деньги как говорится новостишка классно кстати не советую на верхние этажи что-то мне не понравилось этот раз мы были несколько раз на нижних на верхних этажах вода что-то как-то прыгает непонятно то горячая то прохладная то кипяток так понимаю до 18 этажа просто давление может какое-то не хватает и шум почему не выспасно только шум с крыши что ли или от холодильника какой-то вентиляторы кита работают а так в целом хорошо на нижней тоже лучше едем за тачкой проводим нашли время ребят вот мы приехали дубак нереально долго на улице дать не буду в общем по кузову нормально более-менее цена огонь ждем хозяина будем заводить купили вот и вторая ночь закончилась в этом отеле вчера я был никакой блин снимать я уже ничего не мог был дубак я был не выслушиваться короче купили мы машину вчера вот этот рено логан 2015 год за 250 тысяч рублей но что мы уже сразу сделали мы поменяли вечером вчера поздно резину и сдох аккумулятор и аккумулятор поменяли сейчас хотим купить монитор друг диновый большой ну под оригинал потому что он даже магнитофона нету но тачка прикольно она не из-под такси она из-под охраны ездила в охране пробег небольшой по кузову она ровненько вот сиденье только просажены два вот еще хотим сиденье можешь поменять найти вот она уже утром выходили немножко прогревали и проверяли вообще заведет этот аккумулятор новый или нет но все отлично все работает так что ребят сейчас поедем надо купить еще одну машину потому что в идеале бы сейчас что-нибудь купить и уже бы к вечеру выехать в сторону дома а забыл знаете что рассказать короче машина остывает прямо на ходу засунули кое-как снизу картонки сверху надо что-то тоже придумать потому что реально прям едешь и печка начинает дуть холодным ребят короче было вот так а станет сейчас вот так и всего 9 900 вот комплект только прикол такой бафон поставить поставили а колонок в двоях нету нашли форт фокус 2008 год сейчас ждем полтора часа ждать заехали покушать пока что пока люди смогут его показать форт фокус рестайлинг серебряный цвет немножко помятый по кузову так вроде автотека чистая мы посмотрим может там еще и вин гнилой у них болячки с видом купили фокус 2008 года за 228 тысяч рублей не такси такси не был капитация богата вот эту я крышечку уже снял нам такси везет новый мы это одну рамку новую с этим сразу же с монитором ну как я понимаю на улице сейчас минус 17 градусов машина глушительный вариант за все время чуя очень успел делать пока мы ее купили пока договор отписали масло дали у масла было мало но бывшие хозяева сказали проверьте пусть нам типа ехать далеко но чё пойдем снаружи у него посмотрим в целом вот такой вот фокус мятая дверь 10 немножко зазор не бьется ну не вижу проблемы вот и вот весь порог это резина отвалились как ли там отвалили вот есть загнута а вот если табак и есть проблема ручник короче замерзает и колеса держат прямо срывать приходится постоянно и вот немножко немножко вообще бомба без проблем без нареканий сейчас поели ждем таксиста который везет нам сюда магнитофон магнитофон на эту машину обошелся вместе с такси 10 550 если конечно таксист не кинет и не свалит с нашим маффин ну не должен поэтому сейчас готовимся собираемся маффин быстренько перекинем и будем выдвигаться ребят отвечу на многочисленные вопросы задаваемые мне в комментариях учтите что я их читаю я в принципе стараюсь по максимуму на них отвечать в инстаграме читаю в тик токе читаю кстати все это прикреплено у меня в описании мой инстаграм и тик ток основные вопросы когда будет новая серия серии готовятся я буду стараться выпускать серии по вторникам стараюсь решить как сделать потому что мне надо запустить одновременно несколько проектов и я стремлюсь к тому что выпускать две серии в неделю а то и по три серии в неделю разумеется с вашей поддержкой что касаемо бентли ребят бентли как попала в аварию так в принципе я ничего и не делал с ней мне должны за нее денег вот один из основных вопросов там почему 2 миллиона человека 2 миллиона этот счет от официального дилера бентли который находится в санкт-петербурге я делаю запрос отправлял в полностью весь отчет разбиралась машина ну как вы видели в предыдущих сериях про бентли сейчас ситуация такая она стоит и меня не могу ее не оклеить обратно не ну принципе ничего я жду денег вот виновника дтп с бентли жду денег и сразу же загоняю в марку загоняю детонинге ну в общем все-все-все как положено все будет очень круто все будет сниматься не было бы сейчас уже заезжает также в малярку ну вот он будет краситься краситься он будет в два цвета надеваться на него красивые колеса в общем приводится в идеальное состояние мы перед этим всем я хочу пока его не покрасил заехать на оффроуд поэтому ребята оффроуд будет интересен что касаемо лексуса лексуса купил под восстановление восстанавливать я его буду с целью продажи разумеется ну а может быть и себе оставлю как пойдет если мне понравится хотя в принципе очень классная тачка я люблю лексус toyota я в принципе люблю но сейчас я купил ребят принципе для вас чтобы вам показать как можно восстановить бюджетно битую дам даже премиальный автомобиль и заработать на этом тоже какую-то сумму денег ребят катер 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 эта тема это прям вам зайдет сто процентов вы очень сильный мороз мы ожидали пока лед сойдет принципе сейчас лед еще стоит вот мы не можем его нормально протестировать поэтому вот вот сейчас будет будут серии прокате вот ну и конечно же у меня это не все я готовлю для вас и еще несколько проектов постав мне вообще потянуть конечно ну я для вас буду стараться ваши лайки и ваши комментарии и ваша подписка меня очень сильно стимулирует это не на весь год я ребята готовлю вот то что сказал на весь год я планирую для вас просто пушку просто пушку то есть это пока только мы с этого начинаем год спасибо что вы со мной спасибо за вашу поддержку я очень вам благодарен спасибо вам за такой подарок люди 50 тысяч подписчиков а уже сейчас по моему 65 канал растет очень быстро и как я и обещал я планирую практически весь бюджет который будет приходить от youtube запускайте проекты то есть я не собираюсь там себе в кубишку что-то там складывать там еще что-то мне очень нравится снимать мне очень нравится для вас это создавать поэтому ребят будет топ вы не пожалеете ну а теперь ребят серия которая не относится никакого проекта это просто новогодняя серия и погнали ребят всем доброе утро на этот раз мы ночевали их условиях сейчас завели машины время 6 утра еду теперь я на логане потому что в логане что-то там продувало в ногу то есть вот ботинок вот сюда бьют горячий а вот здесь прямо холодный ледяной на палец и жека ехал палец не знаю отморозил там походу говорит я там куту поролона от магнитофонов напихал вроде не дует короче нам осталось 100 километров до границы с белоруссии есть нюанс что могут нас вообще сейчас не пустить и будет проблема но надеюсь что пропустит сейчас умываемся машины прогреваются минус 20 за бортом мы просто как папочки езжай в беларуси нас пустили ура сейчас пока еще не пустили уху просто на изи все если мы заехали в беларуси это значит что мы просто все считай приехали я довольный просто как звук сейчас остановочка и в путь сейчас мы все в литве границу пошли прошли минут за десять вопросов никаких не возникло все в порядке конечно и поспали немножко время сейчас 15 5 по литовскому времени но это вот такое же время сейчас осталось проехать литву и по темноте уже я думаю в калининград солнце уже садится что осталось ребят ну вот мы прошли регистрацию потому что сейчас откроют наш дом надеюсь докопаются что я снимаю смысл такой мы уже подъехали к нашей границе к ленинградской осталось нам пройти просто паспорта осмотр машины и в принципе все мы дома почти нам еще надо доехать на границе уже до самого дома вот я выехал после регистрации думал уже докопаются до камеры что я снимаю что она висит у меня тут там регистрация машину зарегистрировали и теперь я еду на саму таможню а это вот мы сейчас едем по поселку здесь вот я сейчас еду здесь можно в принципе было и без регистрации ехать туда там не пустили бы ну все ребят я можно сказать дома поездка классная очень устал сейчас хочу остановиться вам показать машину снаружи какая она вся там грязная в снегу хотели меня оштрафануть на границе литовиц за то что у меня нету распечатанного техосмотра у меня вообще его в принципе не было хотел 20 евро спрашивает а деньги есть я тут нет конечно я уже сталкивался такой фигней а в этот раз вообще забыл про техосмотр с башки вылетела короче вот так вот выглядит сейчас машинка задних номеров не видно можно было немножко поднарушить да и передних не видно вкратце доехал хорошо в общем я не снимал процесс покраски машины вот сейчас конкретно говорю о форде но сейчас вот он подъедет форт и в общем покажу вам что с ними делали как он сейчас как ужас выглядит и конкретно едем мы его сейчас уже продавать и продаем мы его за 375 тысяч рублей по примерным расчетам он вышел где-то 325 притонировали ее чуть-чуть конечно снегу не выглядит она можно сказать изумительно салончик чистенький аккуратненький весь руль вот такой вот сейчас перешили магнитофон ну магнитофон я по-моему показывал ну все ребят ну в общем заработок с форда вы увидели в принципе небольшой но он быстрый относительно все потому что машина просто быстро сделали куплено рено было за 250 тысяч рублей продано рано за 450 тысяч рублей вот вложено в рано ну так вот со всеми мелочевками со всеми делами порядка 85 там 90 тысяч рублей я точно не могу сказать потому что видите не вчера я записывал то есть довольно таки много времени прошло поэтому в принципе заработок есть но единственно что рено она немного подвисла то есть это так сумма не маленькая и люди гоняли там на рено центр ну кстати ее продал я после рено центра про ней даже была такая ситуация что один человек оставил задаток вот после осмотра ее в рено центре а потом звонит говорит давай типа нифига я передумал давай верни мне задаток вот в принципе я без проблем его вернух это так ночью делать не стоит на такой задаток я как бы хрен с ней вернул потому что почему-то пошла суета по этой рено и ее прям захотели покупать в общем не смысл такой что я людям предоставил эту бумагу от первых людей эти покупатели вторые получается долго не думаю просто сходу ее и забрали поэтому я даже снять не успел вот поэтому в принципе рено продано такие вещи можно делать даже и на кредитные деньги если вы умеете управлять финансами потому что очень легко с продажи машины потратить деньги которые вы заработали и плюсом ко всему кредитный в общем поэтому так надо очень к этому подойти с мозгами